Друзья, это самый труднодоступный нудистский пляж, который я видел вообще. Я на краю мира. Лучше и не придумаешь. Море действительно очень крутое. Семи-изи. Вода даже отсюда, вот издалека, она сверхпрозрачная. Видите, о чем еще мечтать? Поделиться с котиками, можно сухариками. Я начинаю очень сильно завидовать. Сколько здесь уютно, так малолюдно, чистенько. Когда выходишь на прогулку, наверное, видишь столько красоты даже и не мечтаешь. Со мной, если ты впервые здесь и раньше не бывал. Здравствуй, Семи-изи и голый пляж. А, ветер, ветер, ты могуч, только не сбей меня. Красота. Ух, щель какая. А если оно вниз полетит? Не дай бог, конечно. Такие виды, скажешь, там место открывающиеся. Сейчас его подразрушило, но к сезону я уверен, что опять восстановят. Гора Кошка, Скала Дива. Здравствуйте всем, ребятки. Мы в Крыму, в Семи-изи. Я по этой горе лазил сверху, доходил до самого горба. Вон того верхнего и летал на квадрокоптере. Давайте посмотрим, как это было. Семи-из. Мы видим аквапарк, который знаменит тем, что там морская вода в бассейнах. Это скала Дива. И мы приближаемся к самому известному пляжу нудистов еще с 1950-х годов. Здесь гора Кошка, которая возвышается над самим поселком. Справа и с левой стороны раскинувшимся по побережью Черного моря. Виды здесь невероятные. Полазить по скалам можно, погулять среди можжевельников, кустарников. Спуститься к Черному морю по извилистым тропам. А также погулять по узким улочкам такого уютного и привлекательного поселка. Телескоп, который вы видели, это была Крымская астрофизическая обсерватория. Туда вход воспрещен. Здесь в левую сторону можно прогуляться. Есть дырочки в заборе и спуститься к морю. Посмотреть уже на берега. То есть только проехать, не увидеть морю, как будет смешно. Везде в Крыму, если знать какие-то обходные места, можно найти какие-то потайные моменты, которых никто не знает. Особенно сейчас, когда нет зелени такой сильной, то их ничего и не скрывает. Ох, ребятки, как повезло с морюшком. Оно сегодня волнуется. Конечно, это не шторм века. Вау! Но зато какой вид! Просто фантастичь! Я с той стороны, когда сверху снимал, думал, покажу самое красивое. Но, походу, там было только начало. Это все подмыто тоже штормами. Ну, такое побережье. Это один из таких секретных пляжей. Самая семья, целиком и полностью находится с той стороны горы Кошки. Ну, а здесь его небольшая часть. Интересные места. И секретные пляжики. Там на глубине находится сооружение. Думаю, что оно тоже как-то как к севературе относится. Но оно стоит уже немножко вот так. Штормом его не снесло. Это тоже большой плюс еще. Море волнуется, и мы с вами можем наблюдать вот эту красоту, которую сзади мне. Именно ради нее я сюда и ехал, чтобы все это вам показать. Фух, прилекает откуда-то камни. Посмотрите, что происходит в горах. Все, мне, походу, хана. Показать хотел вам. Вот так пришла волна и ноги обмочила. Но все равно смотрим, смотрите. Облака как низко садятся прямо на сами горы. Как-то выглядит красиво. Так вот волна пришла, и меня немножечко сильнее, чем я ожидал. Ногу подмыло. Жалко, запасных носков нету. Надеюсь, что не усугубится на моем здоровье это все. Смотришь, и какая-то нереальная картинка. Море, какая-то техника эти стоят. Горы вокруг тебя. К отцевили относятся. Это центральный пляж. И дальше там волнорезы уже не пролезут. Но это вот часть мы видели отсюда. Ну, как это все красиво сочетается. Дальше с этого пляжика можно подняться вверх. На гору тут тропинки, благо, есть. Но будьте аккуратны. Здесь недавно был оползень. Есть смотровая площадочка такая красивая. Ну, еще более красивые виды. В дальнейшую набережную. Отсюда мы, кстати, уже видим даже аквапарк. Вдоль берега, смотрите, вот такие вот домики. Трейлеры стоят. Так, еще все-таки выйти. Здесь-то пицца от 200 рублей. Какого цена? Ну, вот эти вот домики на горе деревянной смотрятся. В летнее время, говорят, этот ресторан открытый. Здесь очень красиво сидеть, слушать море. Эти пространства открываются. Вы сидите, смотрите на вот это вот все благоустройство, которое сделано. Тропиночки, фонарики. Ты понимаешь, что здесь в летний период стоят столики. Ну, такой вау-эффект. Те места, как говорится, которые с трассы не видно, о которых вы не знали. Сопровождает. Ах ты, ах ты, нагладился. Да, в Крыму очень много таких интересных мест, которые можно приходить. Но даже тут можно полежать, пока никто не видит. Сейчас послушать, чем прибоя. Мяу-мяу. Бедные официанты только здесь должны быть, наверное, с остальными ногами. Потому что бегать вверх-вниз, я думаю, здесь еще то удовольствие. Ну и самое главное, что отсюда был, по крайней мере, раньше спуск к морю. Сейчас его подразрушило. Но к сезону, я уверен, что опять восстановят. И, пожалуйста, идите, купайтесь, наслаждайтесь. Ой, че, вы такие коты, слышите? Грациознейшие. Прыгают, лазают. Лапочка. Вон еще один лежит. Вот сколько двигаюсь по берегу, везде вижу повсеместно оползни, которые прошли. И берег разрушился. Это именно от шторма вверх, который был. Сейчас остановился напротив аквапарка. Аквапарк здесь имеет и парковку, например, бесплатную. Спокойно паркуетесь. Так и вот на территории к нему можно было подъезжать и парковаться платно. Аквапарк со стороны выглядит вот так. Если вы приезжали, отдыхали здесь, пишите, как вам. Будет интересно узнать о вашем отзыве. Здесь есть такие места. Прям крутые. Подходишь к обрывчику. И вау. Нужно сесться. Взять чайничек, кофеечек и наслаждаться видами. Там море в Калазурной, а здесь немножко за месяц шторм поднял. Дальше оставляем машинку на парковке. И давайте прогуляемся пешочком. Не знаю, где заканчивается коцвель, начинается семист. Но вот хочется вам сегодня показывать эти моменты с интересными улочками. С правой стороны автокемпинг. Прямо на берегу. Я представляю, как здесь в летний период очень много зелени. И как без реки. Речка в море течка. Львы куда ж без дих. У нас сейчас все. Дальше балясинки. Люди любят украшать свои места жительства. Вот такие прям с львы. А рядышком домики разваливаются. А тут бац, гостиница новая построена огромная. Рядом еще одна большущая. Ну клево на самом деле. Развитие идет. То есть то, что хотят наши туристы. Чтобы все было как в Турции. Скоро так и будет. Вроде дождя не было. Здесь везде бьют родники. Текут они прям по дороге. Водичка вроде чистая, ничем не воняет. Но продышаться здесь пешочком можно. На машине, конечно, не прочувствовать все это удовольствие от прогулок. Чтобы не отходить полностью весь сектор. Пойдем вот так вот через камушки срежем до следующего поворота. Главное, чтобы обувь позволяла это делать. Летом, конечно, все заросли. Вот такие балцы, каменюки со скалы валяются. Еще здесь можно в лесу найти разнообразные ягодки. Особенно когда хочется кушать, и ты давно ничего не ел. Я думаю, самое то есть есть. Интересно, выживу я или нет. Если вы смотрите, то я, значит, выжил. Но так не делайте, я ее, честно, не съел. Дорошка здесь отличная. Вот тут какие-то старинные коммуникации. Нашел, забитый мусором, правда. А еще чей-то склад вещей. Что-то в лесах нет. А вот с другой стороны, этих камней я снизу вам показывал. Слабав, что-то кладку все делал. Вот такая полянка и огородик, домик. Живи не хочу. Вот теперь мне понятна природа этих ключей. Говорю, что давно дождя не было. Люк, а с него колбасит вода. Эх, жалко. В Крыму, говорят, водички не хватает. Он в Севастополе на два дня выходные дает и отключает. Но здесь оно просто так течет. Жалко. Постепенно все-таки выходим из леса. И снизу, конечно, гора окошко выглядит гораздо масштабнее. Просто такой вау-эффект. Клево. Надо будет все-таки весной палатку и по просторам Крыма покататься. Пожить везде. Потому что на машине это одно, а вот такие вот прогулочки совершенно другие эмоции. Гораздо больше всего интересного можно будет увидеть. Вот сколько мест там внизу. Далеко от людей. Кайфуй. Не хочу. Такие виды. С каждого места открывающиеся. Большое количество смотровых площадок. Главное не обвалиться вниз. И вот, как я понимаю, Коцвейли вот эта та сторона. А Семис уже вот отсюда начинается в эту сторону пошел. Может быть, я не прав. Напишите, как именно здесь идет раздел. Дорога, да, сама мы о машине бы ехали. Вот здесь такой тротуарчик. Хорошая. Причем можно шлепаться, даже идти. Дорога, главное, аккуратно. Потому что местами вот такие вот бывают обвалы. Ну, которые манят туда вниз спуститься. Как хочется прям карабкаться сюда по скалам. Там столько разных троп. Я просто когда лазил, их все видел. Сколько же здесь видов. Представляете, как летом здесь идешь, дышишь морем. Просто красота. Да и сейчас я не обделен этими ароматами. Мне кажется, больше это на ту и похоже, чем можжевельник. И может какой-то именно сорт. Напишите, кто прям четко разбирается. Их много, сортов можжевелки. Поэтому, возможно, я и ошибаюсь. Те, кто приезжает сверху, я думаю, устанавливается. Обязательно приходят вот на такие смотровые. И тадам. Вот она, красота. Вот отсюда видим то место интересное такое. Заводь такая для купания. И находится нудийский пляж. Идешь, смотришь море. Поворачиваешь голову туда наверх. А там просто вау. Я вот сверху смотрел оттуда сюда. Но не мог представить, насколько круто снизу смотреть. Туда наверх. Какой масштаб. Какова красота, ребята. Ох, ногами Крым, конечно, уделяет гораздо больше, чем если ездить на машине и вот этого вот всего не видеть. Думаешь, какая скала. Как я хочу на нее залезть. А что нет-то? Пойдемте. Отсюда ручей камень спускается в дороге вниз туда, к пляжу. Ну, дискому, о котором я вам говорил. А вы вместе со мной пытаетесь пробраться сквозь кусты на тот камень. Ай-яй-яй. С одного на другой. Главное не соскользнуть, чтобы вниз не уйти. И здесь уже вот она красота. Ух, щель какая. А если оно вниз полетит? Не дай бог, конечно. Посмотрим, что вы будете писать в комментариях. Если вам зайдет это видео, вы захотите посмотреть на весь Крым и моими глазами, то, возможно, по весне мы с вами совершим какую-нибудь поездку. Или в эту сторону, или, может, в Абхазию, как говорится, куда вам захочется. Смотришь на камень, что он напоминает вам? Это скала Горилла. Правда ведь похоже? Сколько здесь дорог, сколько маршрутов. Ведь по каждому хочется пройти, все посмотреть и все вам показать. Вот как такое может быть желание? Или давайте подрома. А как можно исполнить это желание? Часами просто бродить по ним, наснимаешь потом этот контент. Кто его смотреть будет? Хотя... Некоторые камни, прям не поймешь, видите, они как будто обламывались, как будто вот наплавлялись такие на них рельефы. Туда дальше, видите, валяются прям такие интересные следствия чего. Прям то же самое, такой очень красивый рельеф. Я просто привык, ну вот камень обломился, вот такой, да? Здесь действительно это куски магмы, и по ним вот так вот стекало все. Гора-кошка, памятник природного значения. То есть он включает в себя все, что здесь мы видим, в краске, мы находим с вами вот здесь, вот в этом местечке. Видно, что здесь запрещено даже ставить палатки. Это печалька. Маршрут как бы для теренкура просто невероятно классный. Возле этих палаток, где запрещено ставить, спустимся туда вниз. Зачем палатки, когда можно где-нибудь в такие вот места залезть, прям там заночевать. Фух. Целые места для спилерологов. Полазить, поглядеть. Круто показать это место. Обзорное такое, красивое. Таки выходите. Так, так, так. Та-дан. И это просто фантастика. И здесь вот такие вот уютные местечки, где можно спрятаться от всех. Но это кошки на головах. Похоже, да, прям ушка. Так, крыло лебедя. Дива у нас вон она. Находится дальше. Давайте на крыло лебедя посмотрим. Вот отсюда. Куда нам идти? Откуда смотреть? Сколько здесь детей? Лебедя. Вот это да. Просто маршрунтов не перевозить. Вот она. Я так себе это место и представлял, что можно до бесконечности гулять. Так, место. Главное, как говорится, чтобы ты ветром не сдул. Видите? Баланс. И ты уже царь горы, скалы. Или где ты? Вау. И тут таких мест просто невероятное количество. Стоишь и думаешь, ааа, ветер, ветер, ты могуч. Только не сбей меня. Хочу не падать. Хочу наслаждаться видами. Вот так будет получше. Как вам, ребят? Просто фантастика. Вот смотрите, можжевелка как в камень бросла, зацепилась и живет. И между скал пошли скакать дальше. Ага. Тут кто-то остер прямо под можжевелкой, разводил. есть контакт. Вау. Тут ниже уровнем спустился. Знаете, какие высокие можжевельники стали. Как тут все красиво. Теперь и сразу тишина осталась. Ветра не чувствуется. Что за красота. Тут вообще можно снимать какой-нибудь исторический фильм под скалой. Тут как раз таки есть очки, вода стоит. круто это вода исторические люди тоже это место использовали для жития бытия матрас лежит на можно кто-то здесь и живет на самое что клево может быть это конечно же одуванчики распускающийся пути дороги и здесь очень много много очагов кстати говорить о том что все таки смотря на запреты люди здесь нет но отдыхает прибрежно квальный комплекс у горы кошка скалы дива особо охраняемый 60 гектаров республики крым место конечно действительно крутое я даже не ожидал что настолько мне понравится внизу по отношению тому как было наверху хотел бы отметить ребятки то что вот очаги мы видим это значит что здесь люди все-таки присутствует но мусора какого в принципе нигде нет отсутствует вот разные маскальные рисунки расстреляют человеке чё нашел 10 копинок это украинская монета древние укры которые копали черное море потеряли представьте любители поплавать с масками какие там возможности этих то здесь в кустах вообще никого нету толстый-толстый кот появился ты чего брат вот это тигр еще один смотрите от сверху спускается слушайте сколько тут котов в крыму а вот это грация вот этот пойдет сто процентов к более домашней это любовная любовь красавчик правда не случайно кошачья гора сколько здесь уже сегодня встретили три штуки сразу что не размножается раз два три четыре два черных и два таких вот сизых там еще из-за угла один наблюдает в общем действительно здесь очень много котов разнообразных чувствуешь действительность в кошачьем царстве разных расщелинах можно что-то найти потому что какие-то заначки на следующий год трогать не будем крыльцами свою здесь еще одна такая вот лежечка и коты-коты вместе даже кошки нарисована смотрите ребятки на скале и там также матрас лежит в жизни котиков стола уже семь кто-то столик поставил на скале здесь возможно кто-то даже немножко отдыхает после прогулок но уже все ближе ближе море становится какое место своеобразные мечты напоминает утришь на что-ка там берег немножко по-другому голый пляж написано как раз таки к нему мы пришли и самое главное не наступить на котов пришло время и показать тот самый в диске ну или тут называется он голый пляж здесь люди отдыхают голышом до чтобы сюда попасть если кто-то будет возмущаться надо как бы преодолеть очень много принципе не ошибиться с дорогой такое ощущение как будто это не камни а глины виден как испещрена известно киси идут тоже сюда же так здравствуй семейц и голый пляж главное не упасть сам полностью всю панораму показать как это здесь выглядит то как я говорил полный разбиваются те камни здесь такое место где вода более спокойно но нет нет волны приходят и сюда всегда интересно для чего вот эти вот натягивают вещи с помощью этих канатов перемещаются если знаете напишите либо замеряют тот момент двигаются скалы или нет прям чувство что хочется вот сюда выбраться тех представьте как надо сделать так чтобы не намокнуть и попробовать пройти туда йог махарёк только не придевал скользкие камни вот не дай бог я уйду это будет я смог это можно все сейчас не минуем трэш контент у ребята то такая глубина я думаю что здесь люди даже ныряет с этих камней туда вот он топовая красота этих мест пляжей тучки только ложатся на это место вот так вот здесь конечно просто фантастика все стороны мы добрались и до дундийского пляжа в Симиизе под горой кошка место для Вау Фирка просто вау вызывает только какие-то невероятно крутые эмоции по другому не сказать обязательно гуляйте путешествуйте не сидите как говорится дома и вы увидите всю эту красоту своими глазами фантастика я думаю что да обязательно напишите зашло вам или нет стоит ли показывать такие места или нет но мы продолжаем наше путешествие не прощаясь было сюда залезть гораздо легче чем спуститься вниз здесь приходят большие волны тот камень из которого я залазил вообще накрывает водой я не знаю как это сейчас будет если я утону значит все было зря зря велк макарек он же тут еще скользкий ой его найдет походу мне хана слушайте по зиме лучше как говорится этим не заниматься оп теперь надо не соскользнуть и успеть до волны я успел слава тебе господи пробовать еще тут по скалам теперь полазить раз там выжил надо дальше до самоубиваться еще немножко проявив навыки скалолазания залез повыше по этим каменюкам слушайте очень удобно лазить они все с выпуклостями и впуклостями и конечно здесь вид открылся просто невероятное теперь мы видим кошка крыло лебедя скалу дива и все это знаете вот в одном таком маленьком небольшом месте в крыму и чайка еще кричит когда выходишь на прогулку наверное видишь столько красоты даже и не мечтаешь особенно если ты впервые здесь и раньше не бывал ну главное наверное любить природу и такие сногсшибательные виды разные живописи там вот такая картина нарисована здесь какая-то картина тут вообще написано что это ханский дворец там дальше тоже живопись на камнях здесь наскальный рисунок и тоже везде фишка кошки прикольно все есть какие-то на смыслы символы интересные я думаю что в комментариях напишите что вы об этом знаете мне уже в телеграм пишут неоднозначные комментарии о том что здесь пляжик то нудистский но немножко с одним уклоном не хочется об этом ничего говорить но короче факт есть факт комментарии если что-то знаете об этом месте пишите это ничего скажет все вкус よろしく сегодня где и вот как все не упала. Мы облазили в ту всю сторону и постепенно двигаемся туда. Вот он, как-то в Валивиде видно в полном мере из колодива. Вниз смотришь, аж под жилки трясутся, как же высоко. Но там внизу есть символ, обозначающий то, что я вам говорил. Блин, вообще не верится, что у нас в стране как бы даже в таких труднодоступных местах, но это и есть. Потихонечку под само Кровой Лебедя можно подойти разными тропами. Кстати, легко ориентироваться, заблудиться, наверное, труднее, потому что, в принципе, все пути ведут к морю и надо лишь немножко хотеть идти в каком нужном направлении и все. Проходы есть везде, а там, где много людей ходят, прям такие шикарные тропы натоптаны. Скололазание запрещено, а жаль. Я на самом деле думал, что есть легкая простая тропинка и можно будет зайти непосредственно на берег. Вот видите, туда тропа. Сначала сюда тропа. Какова красота, чтобы увидеть диву дивную и сам Семенис. А Петр, жалко сегодня, в тумане, в облачках. С этой стороны, где кошкина голова и вниз, возле Лебедя, вообще очень легкий спуск к пляжу, прям широченная тропа дорога идет. Самое интересное, к нему подходишь, он убегает. Когда-то шел, шел к диве и пришел в забор. Бац, так частная собственность. Вот зато тут котиком водичка стоит. Класс. Здесь, получается, не пройти, придется возвращаться на дорогу. Если вдруг вы гуляли по берегу и там возможность есть пройти, напишите об этом обязательно в комментариях, будет интересно вас услышать. Выбрались на дорогу. Теперь по ней уже можно двигаться дальше в ту сторону. Жалко, что заборы наши все, потому что такие теренкуры невероятные были бы просто для души. Вот так выглядит гора Кошка в обратную сторону. Забор, конечно, портят виды. Здесь такой вот спуск. Самый основной именно Семенис. Такие вот дворцы стоят. Жилье сдается. Советская улица прогулочная. По советской можно дойти до парка Семениса и через него уже попасть на скалу Дива. Сколько здесь уютно, так малолюдно, чистенько. Зелье там. Можно петь дифирамбы. Посмотрите, какая аллея с кипарисами, скамеечками. Такие интересные входы во дворы. Вау, я прям честно в восторге. Если у меня на канале интересны любители Семениса, жду вас. Привет, кися. Привет. Ой, какая красавица. Просто с таким вау-эффектом. Нам надо повернуть направо, чтобы попасть непосредственно на скалу Дива. Так, Диву отложим немножечко попозже. Сейчас погуляем сначала по аллее. Девушки с палками, розы подстрижены. Много детских разных качелек. Сделано внизу, что там ребята играют в волейбол, баркетбол. С левой стороны тоже скамейнички. Прогулочные зоны. Шикарно. Просто уютно, так комфортно. Поворачиваем направо. Как раз таки проход к низу. О, ура, работает магазинчик. Смотровая площадка по прямой. Детская площадка. Кафе Спуск. То, что вам сказал, здесь детская площадка. Футбольная, баскетбольная, волейбольная. Плодача для скейта. И просто посидеть детям. Вообще крутяк. Ну а здесь уже непосредственно сам спуск моря. Слева стороны такая более дикая зона, которую можно в беседочках посидеть. Тоже выглядит довольно-таки красиво. Погулочная среди можжевельничков. Очень круто. И малая архитектурная форма. Вот такая фантастика. Ежики. Как вам такое водичка крымская. Вода со вкусом лимона. Газированная. Хотел не газированную. Ну ладно. Вкусненько. Я начинаю очень сильно завидовать семьи Изу. Тоже на 2 очки красиво. Такой городок. Просто лазательный. Горочки. Что тут только нет. Думаю, дети вообще счастливы. Памятник Ленину стоит. Кстати, его с прошедшим днем рождения. Благодаря ему у нас есть бесплатная медицина, бесплатное образование. Много чего еще. И коты. Везде коты. По-моему, больше чем в Анапе. Три штуки сразу. Как было написано, здесь смотровая площадка. Спуск. Хочется, конечно, туда на диву. Я думаю, что сначала надо на набережную сходить. Я в ней на свыше. Везде коты. Сверху лезет. Нарисованы коты. Кот, ты не упадешь? Хух. Поделиться с котиками можно сухариками. Но что-то, короче, они все толстые и наявшиеся. Нет, говорит, извините. Но нет, я пошел. Еще один пришел. Вот это да. Потихонечку спуск. Наверное, не с той стороны. Но эти цеми есть, потому что весь центр там возле вокзала находится. Ну, я думаю, что нетипичные обзоры тоже прикольно посмотреть. Тем более, как мы повазили по горам, спустились к пляжам, показали вам всю красоту. Вау. Вау, ребята. Вау. Вот это фотогеничное место. Просто столько красоты сразу же. И отсюда во всей красе скала Дива. Мне кажется, коты преследуют. Эй, киси. Еще один спуск. То есть здесь тоже можно спуститься на пляж, выйти на набережную обновленную. Ну, я так говорю, обновленную несколько лет назад обновили. Я просто не еще не бывал. Только слышал об этом. Ну, конечно, парк меня нереально радует, как здесь уютно, красиво. Все реализовано. И самое главное, вокруг чистота и аромат хвои и моря. А что еще для отдыха надо? Кажется, вот этот момент вообще идеальный. Имеется, о чем еще мечтать. Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. Гоп-стоп. Вот это да. И кактусы, и коты. И великолепные зеленые кипарисы. Сосных. Кого здесь только нет. Здесь даже солнца не видно. Ну, все в зелени. Просто отопает. Вот так, наверное, должен выглядеть курорт. Как вы думаете? Вот раньше в Анапе тоже было много зелени, а сейчас много бетона. Смотрите, какие замысловатые деревья. Выходим из парковой зоны. Обосредственно сам в Семенис попадаем обратно к этой аллее, чтобы вам было проще ориентироваться. Замок. Столовая. Ну, ничего не о работе. Сказали только вот из вокзала. Какое интересное название. Арзы. Интересно, что за заведение. Какая там кухня. Если вы тут что-то кушали, напишите. Там муцельманский знак написан. Мне было бы интересно узнать. Смотрите, какое здание. Это похоже на мечеть. Дальше улочка нас ведет по Семенису. Здесь лес. Отсюда мы видим маковку церкви. То есть все рядышком. И очень близко, как говорится, соседствует. Здесь как раз таки спуск на пляж. Его, как всегда, охраняет котик. Пойдемте. Тоже очень интересные так выглядящие постройки. Внизу там тоже такая тропинка ведет сквозь лес. Сказали, что там, короче, тропинка ведьма. Женщины злые, которых бросили мужики и ушли на тот пляж. Здесь собираются они и мстят им. Какие кипарисы. Как красиво. Все-таки слухи то, что пишете мне в комментариях. Или это действительно так и происходит. Спасибо, кстати, всем, кто подписан на телеграм-канал. И в прямом эфире, как говорится, подсказки свои кидают. Отдачу вас. Благодарю. Какие там деревья, сосны. Сколько зелени в этом поселке. Как это круто все смотрится. Дома деревянные. Причем из разного дерева строившихся. Чего я сегодня только не видел. Это тоже угарно смотрится. Бат, кусок забора с лестницы. Типа моя лестница. Не ходите. О, там тоже старинное здание впереди. Могучий кедр. Это вообще просто фантастика. Подснежники. Как это красиво. Количество заборов бы поуменьшить. Ты идешь везде. Заборы, заборы, заборы. Радует, конечно, количество зелени. Смотрите, туда тропинка ушла. А мы по звуку идем к морю поближе. Здесь, наверное, старая площадка детская была, игровая, баскетбольная, волейбольная. Но то, что мы нового видели, там, конечно, гораздо круче. Можно через санаторий Пионер пройти. Пытаться двигаться в том направлении. Но что-то мне сюда больше манит. Нам осталось чуть-чуть. Ох, какие деревья, ребятки. Прямо на берегу. Конечно, набережная тут сверху, санатория своеобразная. Но все равно прикольно. Мы с вами там лазили сегодня по пляжам каменным. Я не могу понять, зачем туда ходить, когда сидеть, посмотреть, какой цвет воды. Вода даже отсюда, вот издалека, она сверх прозрачная. Опускаемся. Дорога, даже я бы сказал, сделана там какие-то конструкции. Варят для пляжика самого. И такой вот парапет мощный. Вот эти стойки, не знаю, что они, конечно, для чего реализованы. Но, в принципе, здесь есть. Здесь, я не знаю, завезенный, скорее всего, такой белый камень на пляж. Выглядит это просто такой вау-эффект. А там мол сделан, чтобы этот пляж не размывало. Ну и, конечно же, супер вид на скалу Дива. Скалу Кошка. Гравийка эта, конечно, смотрится прям очень круто. Вид такой белокаменного пляжа вызывает реально вау. Ну, за счет, я думаю, этого как раз-таки такой невероятный цвет самого моря. Здравствуй, моречка. Кристально-прозрачная водица. Просто привлекает, появляется. Возьми, занырни. Море действительно очень крутое в Симизе. Мне понравилась и прозрачная вода, и, конечно, такой белокаменный пляж выглядит. Это очень круто, особенно на фоне горы Кошки и скалу Дива. Фантастика, ребята. А сколько здесь зелени. Тут, наверное, дышать и в летний период просто невероятно классно. Мне тут подсказали, что раньше было по-другому. Ну, что вот эти вот навалы-гарьки, как раз во время шторма, немножко подкорректировалось, короче, побережье. И раньше она больше была расположена вот так вот по площади. Ну, я думаю, к лету поправятся, сделают как было. Вот такой вот сейчас вид с центра, получается, красота. Ну, что сейчас происходит? Эти деревянные постройки убирают, и на их месте там уже варят металлические. То есть набережная будет видоизменяться. То есть здесь, говорят, тоже рыночная торговля процветает вовсю. Вот эти вещи, которые были на пляже, их спасали от этого шторма, я так понимаю, поубирали сюда на берег. Ну, как любой поселок, это, в принципе, рыбацкие поселения. Здесь вот и спуск лодок в море, и старые рыбацкие домики. Тут тоже еще и катамараны. Тех времен существуют. Попробуем забраться на Диву, потому что, я думаю, если мы семей с ним посмотрим, никто не загрузит. А вот если на Диву не зайти, кто грузит будет? Я думаю, мы прямо вот так вот спустимся. Вот тут что-то перекрыто, и дорожка туда наверх. И опять вездесущие коты, смотрите, птичку увидел. С этой лестнички можно было, конечно, подняться до конца, но принято решение пойти непосредственно по тропинке в ту сторону. Возможно, будет гораздо быстрее до Дивы. Тут кончается свет, у меня осталась последняя батарейка, и я надеюсь, что все получится. Как всегда, все будет хорошо. Местами можно покрапкаться вверх по таким подъемчикам. Не ищите легких путей, а то вы точно найдете. Всегда лучше ходить по аппаратуре, не тропу. Другой страны так неинтересно. Вот этот куст, как называется, я честно не знаю точно, но цветет, красота. Последние шаги, можно было идти, вот видите, где скамеечки, где все классно. И вот сюда вид на пляж тоже очень красивый. Ну и дальше опять гоп-стоп. Слушайте, меня эти коты прям радуют. Привет. Мяу. Я близко. Слушай, ну я себе знал, но тут надо было прям коробку корма таскать. И отсюда открывается просто невероятно фантастический, очень красивый вид. Слушайте, это кому-то вот конфетки приносит. Вау. Ну круто же. В подшем море продолжаем движение дальше. Вот, кстати, еще один спускоподъем. То есть троп здесь невероятно много. Можно даже на эту скалу залезть. Она меня так не привлекает, как та, которая впереди. Ооо. Слушайте, ну тут реально просто можно бесконечно разглядывать виды со всех площадок. Ну давайте вот хотя бы с этой глянем. Во-первых, отсюда очень красиво смотреть на саму скалу Дива. Во-вторых, опять кот на лапочке. Само море бескрайнее. Ну и в обратную сторону на Крово Лебедя тоже вид открывается. В общем, красота. Давайте пробовать покорять. А еще там внизу пляж с буном. Кстати, мне написали, что по берегу можно было пройти сюда, на эту скалу Дачи на Диву. Вот так вот. Спасибо вам за комментарии в Телеграме. Здесь вниз идет лесенка. И есть вот такие вот знаки. Координаты скалы. А вот отсюда говорят, что натягивают канатку. И в летний период можно, благодаря ей, так сказать, скатиться, прокатиться. Но сейчас здесь ничего нет. Наверное, это и плюсик. Множество ступенек. Если вы считали, сколько их здесь, то напишите. Тут так сказать, ничего сложного. Просто спускаемся и спускаемся. Вниз ничего сложного. Но думайте о том, что вам потом еще обратно подниматься. Тарам-барам-барам-барам. И сколько здесь шагать придется. Это, конечно, невероятно. Тем более, сначала еще надо на Диву дошагать. Потом уже двигаться в эту сторону. В самом Семизе возвращаться. Тут что-то разрушилось. Туда дальше вам показывал сверху есть пирс. Ну, показывает туда указатель. Говорят, что здесь была площадка очень классная. Из этих досок. Но вот так. Больше ее нет. Ну, а мы дошли до лестницы, которая нас приведет вверх. Да, вот видите. Шторм не пощадил. К большому сожалению. Если вы ее любили, ну, может быть, восстановят, конечно. Пора наверх. Тут вроде бы все пережило. Шторм. Ох ты. Какая чайка. Да начнется наше путешествие вверх. Первые виды прям будоражат. Сама скала, кошка, лебедя крывом. Вау. Так, не отвлекайся, двигайся вперед. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. То есть чувство, когда я тоже поднялся выше, чем спускался. Норм. Процесс идет. Все хорошо. Двигаемся. На канатке можно было отсюда потом вернуться в ту сторону. Халява. Как говорится у страха, глаза велики или глаза боятся, ноги делают. Ребятки, я смог. Довольно-таки легко. Немножечко запыхался, конечно. Но если бы был я в летней одежде, было бы все гораздо проще. Тут, как говорится, лучше и не придумаешь. Фантастика. Море. Красота. О, это как фига работает, флаг России. У-ху. У меня все получилось. Не знаю еще, что я успею сегодня посмотреть. Но, как минимум, пляж, горы, пляжи, еще горы, еще пляжи. Мы с вами сегодня увидели невероятное. И сидим на скале Дива. О чем еще надо мечтать? Видите, так жизнь красива. Дай бог нам всем, самое главное, мирного неба. И тогда все будет вообще прекрасно. Умопомрачительная просто красота. Я на краю мира, друзья. И вы рядышком со мной. Это ли не счастье? Здесь какая-то смотровая. Даже, по-моему, отсюда прыжки какие-то производили в море. Там глубина есть. Такие дисциплины, виды. Закатик. Можно еще вот в эту сторону дойти. Посмотреть, что там за вица скалы. Жалко там сегодня горы закрылись тучками. Только не ругайте меня, пожалуйста. Тут все равно, наверное, много людей ходит. Поэтому, думаю, ничего страшного не должно произойти. Фантастические виды, конечно. И туда дальше. Красота. Мне на самом деле, кажется, если здесь нормально прыгнуть, то не разобьешься. Там довольно-таки глубоко. В общем, на краю земли. Чтобы стоять и любоваться, наслаждаться такими красивыми видами, надо всего лишь немножко постараться. И тогда все у вас получится. Надеюсь, вы видите и вам нравится. Жду вас обязательно в комментариях, ребята. Ну и не жалейте ваш лайк животворящий на другие путешествия, мотивирующие. Ведь это важно. Я думал, что по-быстрому отсюда уйти, но такая красота происходит на горизонте. Уходить не хочется. Прямо залипаешь на этот закат. Постепенно искалы меняют цвета такие. Подкрашиваются потихонечку. И сам Семиз отражает в окошках лучшие солнышки, которые пробиваются сквозь тучи. Осталось еще покушать что-нибудь. Прогулка по Семизу продолжается. Холодало, вечерело. Закат уже закончился. Изо рта. Как будто я купил. Идет пар. Ну, очки мне, конечно, Семиза прям приятные. Самое главное чистота и уют. Лесенки туда в застройку. Можно было еще до церкви погулять. Но думаю, проще где-нибудь здесь. Может, интересно показать. Кс-кс-кс. Коты прям везде. Я, наверное, столько котов даже у нас в Анапе не видел. Я раньше читал, что Анапа самый кото-кородок. Оказывается, что нет. Это реконструкция. Здесь также аптека. Есть те, сколько себе предлагают. Варюрочки работают. Бытовая химия продается. Интересно, что за большая территория. Такая парковая с правой стороны. То есть там какие-то лестницы туда есть. Но не нужно вот это вот ограждение. Империум перекрыто. Это парк, усадьба Мальцова. Получается, раньше здесь, наверное, была от этой усадьбы именно парковая зона. Но так и осталось. Скамеечки. Возможность погулять. В общем, удовольствие. Я так понимаю, что сквозь него также можно было пройти к морю. Приходит новая торговля. Смотрите. Прям понастроили на курятничке. Уберут набережную. Будут что-то продавать. Вот так вот. Аллеи становятся торговыми рядами потихонечку. Выходим, так ближе сказать, к центру уже самого поселочка. Здесь многое закрыто. Хотя волна продает свои сим-карты. Это, наверное, самое важное. Генотека. Резерв работает. Так в основном ждет все летнего сезона. Ну, ты представляешь, как бы любители семьи, за с той стороны смотрите. О, тут мы были. А вот это вот работало. Поворачиваешь такое. Камеру и смотришь, какая лесенка идет туда дальше. Не вот эта лесенка, а вот туда дальше. Смотрите, ребята. Ух ты, овощи, магазинчики рабочие. Ну, и люди хотя бы появлящие. Там вообще ходили никого. Ни души не было. Здесь хотя бы жизнь есть. Питание будет вот именно из этой точки. Здесь Роял Бургер. Шаурма за 250. И картофель Приза 150 рублей. Говорят, что очень вкусно. Здесь, если пробовали что-то, напишите, будет интересно узнать ваше мнение. Выбор, как бы большой центр, в принципе, приемлемый. О, а здесь был ресторан. Можно было пойти покушать. Такая площадь. Мы в самом центре находимся. Возле автостанции. Есть гастрономчик еще. Слушайте, ну, прям тут дальше жизнь кипит. Вообще по полной программе. Тот самый автовокзал. Это центр. Но все тут рядышком находится. И вкуснее еще шаурма. Честно, мне прям понравилось. Так что могу советовать. А здесь говорят вкусная пицца. Ребятки, если пробовали, тоже пишите об этом. На этом я думаю, что можно и заканчивать повествование про Синис. Жизнь здесь есть. Даже в Миссизоне. Но чем дальше от центра, тем ее, соответственно, меньше. Так вам всем спасибо. Спасибо.